Привет зрители! Надеюсь, трассу с Renault Locker вы уже посмотрели, как и здесь в этом видео. Максимальная нагрузка, это очень здорово, почти полтонны здесь. Прекрасный результат, который можно проявить лишь в подобных автомобилях. Двойного назначения может быть легковым, как у нас, может быть чисто кабулуком-фургоном. Поэтому, естественно, мы сегодня увидим не только чистый замер до сотни, он здесь не нужен, да, потому что автомобили подобного класса не для светофорных гонок, а для уверенной тяги. И сейчас я сяду за водительское место, придавлю педали, вы увидите первые назначения динамические. Сперва разгон до сотни. Ого, скажет кто-то, 15 секунд у пустого порожнего автомобиля. Действительно, действительно, результат невыдающийся, хотя по паспорту почти такой же он, да. В автомобиле не для того, чтобы максимально быстро слетовать, а для того, чтобы нож увозить. И сейчас мы посмотрим на то, какова динамика разгона с полностью груженным автомобилем. Отмечу, что, чтобы обеспечить максимальную тягу, машина буквально рвется. Так, кто-то скажет, давай нам замер с полной нагрузкой разгона до сотни. Ну, это, конечно, в принципе, реально, да. Ну, давайте посмотрим, что получится. Максимум мощности! Взади шлифуют всю первую передачу автомобиля, вышлифовывают. Причина, я думаю, понятна. Не потому, что здесь прям, ну, очень много мощности, 82 силы всего лишь. А дело в том, что здесь очень короткая коробка с главной парой. Вместе они такой симбиоз образуют. И в итоге здесь как передача минус один круглая здесь как пятая, она работает как четвертая, ну, и так далее. Так что имейте в виду, разгон до сотни у подобного докера невозможен в силу того, что зацеп словить нереально. Прям, ух, шлифует, ух. Полноприводной версии, к сожалению, даже в степвей не положено. Ну, а сейчас мы посмотрим на эластичность. Будем разгоняться вот на его передаче. Как видите, даже из-за того, что пятая очень короткая, да, по сути четвертая, можно он с 30 на пятый ездить. Что-то там показывает нам подсказчик, мол, давай повыше, пониже переключись. Нет, на этой передаче едем, мотор тянет. Поэтому на пятой будем разгоняться с 1000. Отличный показатель эластичности мотора Renault. Педаль в пол и ждем. Результат здесь у вас с одной стороны будет разгон, вот как сейчас он идет, да, а, соответственно, с правой стороны разгон порожнего пустого автомобиля на том же самом участке. Ну и ждем постепенно, да, раскручивается мотор. Никаких лишних звуков, призвуков, великолепная развязка мотора и шасси, да, в этой бюджетности здесь не чувствуется. Потому что платформа другая, да, и потихонечку, плавно, размеренно набирается ход. Напомню, здесь 500 килограмм сзади. Так что, в целом, мотор тянет, пускай и без энтузиазма, но очень даже неплохо, да, исходя из своих показателей. Вот такой вот восьмиклапанник от Renault. Жаль, что нет версий промежуточных между дизелем и этим мотором. То есть максимум у Докера 90 сил с дизелем К9К, а форсировка 90 сил. Надеюсь, что можно его и прошить до 110 тех же самых дастеровских. И тогда это прям будет Докер супер, да. Кто знает, можно ли решить Докер? Напишите в комментариях, очень интересно. Ну, а мы продолжим в следующий раз, друзья. Посмотрели, сравнили динамику. Ясное дело, что негруженная машина намного легче, намного динамичнее. Чем меньше мощность мотора, тем больше влияние на нагрузку. Отмечу, что разгонялся без кондиционера. Причина понятна, да. Чем, опять же, больше нагрузка на двигатель, тем сильнее сказывается та самая разница в динамике. Кто хочет узнать, как же машина ведет себя с кондиционером включенным, друзья, как подвеска, да, работает. Прям тын-тын, казалось бы, но! Но это настоящий кроссовер, поэтому с тобой появился просто ответ, добавь и все. Подвеска всегда держит, можно дубасить смело, наслаждаться ездой на Рено. Готова она к серьезным, скажем так, дорогам, которых вовсе и не бывает. Ну, а вас я жду, как всегда. В комментарии, продолжаю исследовать автомобили, продолжаю трудиться, рассказывать про возможности. Главная фишка, на отмечу, напомню вновь, Докер выгодно отличает от всей платформы Беноли, от Сандера, Логана, Дастера, всего вот этого нашего бюджетного любимого Рено. То, что здесь в руль, не бьет. Вот вам даже за это можно уже доплатить цены, соответственно, на сайте Рено, да. Заходите, смотрите, как там дела, узнавайте. С момента обзора дизельного, который у меня тоже на канале есть, прибавилось, честно говоря, в цене автомобиля. И сейчас, уверенно, к 900 тысячам, даже пустой вариант. А наш, прям почти к миллионам подъезжает. Чуть-чуть там 100 тысяч, разница между дизельным мотором и бензином. Очевидно, надо брать дизель, друзья. Так что, если Докер, то дизель. Жаль, что Рено других моторов Докеру не предлагает. На этом прощаюсь. Рад вновь раскрыть возможности автомобиля. Это всегда здорово, это всегда приятно. Когда есть возможность максимально видеть, естественно, среди обитания автомобиль. Поддерживайте лайками, комментируйте. И вместе мы заместим, говорящие головы покажем, реальные возможности автомобиля без монтажа, без склеек, без того самого, что отличает настоящий контент от вымышленного, подставного, искусственного, ненатурального. Поэтому, друзья, голосуйте за новое, голосуйте за правду, голосуйте за то, что называется непосредственное общение с автомобилем. Все рад и сам очень этим доволен, что готов предложить вам подобные решения, уникальный контент, связанный с автомобилями. Сам люблю автомобили и вам желаю того же, чтобы вы наслаждались каждой поездкой, неважно на каком автомобиле, главное, чтобы вы двигались. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok